Итак, добрый день, дорогие друзья! У нас с вами сегодня планерочка нашей пилотной группы. И сегодня она будет такая очень-очень рабочая, очень рабочая. То есть мы сегодня будем проговаривать очень-очень важные вещи. Значит, это планерочка именно для менеджеров и для тех людей, которые очень быстро хотят стать директорами. Я вот сейчас так просматриваю чат. Итак, в принципе, в принципе, если вдруг здесь есть, ну прям совсем-совсем-совсем новички, вот Милосердов, Слав, я так понимаю, мы с тобой вчера познакомились на мероприятии у Юлии Игнатовой. Ну, посмотри по ощущению. В принципе, в любом случае тебе будет полезно. В любом случае. Вот. Хуже не будет, если чувствуешь, что я где-то жесткие какие-то вещи, говорю, ну ты мужчина, я так думаю, выдержишь. Вот. Я не всегда бываю добро-пушистая, да. Потому что это бизнес. В бизнесе нужна очень четкая определенность. Поэтому, в общем-то, бывают какие-то вещи, я говорю, ну не такие, которые ты слышал вчера на мероприятии, поэтому имею в виду, ну может даже хорошо, что меня сразу увидишь в разных опостасах. Ну что ж. Мы с вами сегодня говорим об очень важных вещах, и эти вещи очень сильно влияют уже на ваш бизнес и еще сильнее повлияют на будущее вашего бизнеса. Я сегодня не поставила слайды, которые всегда ставлю в заставку, да, зачем нам это с вами надо. Но я озвучу, я озвучу, что мы с вами все привязаны очень четко к дате, к определенной дате. Это 14-й каталог 2016 года. Что же это, какая заключевая дата? Это дата, когда наша пилотная группа, каждый член нашей пилотной группы поставил перед собой цель по итогу 14-го каталога 2016 года выйти на уровень 22%, если он на сегодняшний день не является директором, либо открыть одну или несколько новых групп, если он является уже директором компании Арифлей. Почему именно эта дата, да, потому что эта дата у нас очень четко привязана к тем мероприятиям, дополнительным плюшкам от компании, да, которые получает каждый человек помимо дохода, дохода директора. Доход директора составляет 25-30 тысяч рублей каждые три недели, но помимо этого при закрытии статуса директора человек получает 1000 долларов в премию. Причем я хочу вам сказать, что я посмотрела последние сводки, бизнес-сводки, не Арифлейм, а мировые, да, и российские конкретно. Я вам хочу сказать, что тенденция, когда доллар вырос до такого периода, она начинает спадать, и, в общем-то, на 2017 год мировые тренды говорят о том, что доллар упадет, и он, ну, в нашем рублевом эквиваленте будет стоить где-то порядка 50 рублей. Почему я вам это говорю? Потому что у нас все премии выплачиваются по курсу Центробанка, поэтому пока сейчас у нас доллар стоит 60-65 рублей, а при закрытии статуса директора вы получаете премию 60-65 тысяч, да, рублей. Соответственно, это гораздо выгоднее для вас на сегодняшний день, поэтому мы торопимся, торопимся быстро сделать результат, потому что лучше за одну и ту же проделанную работу получить, например, 60 тысяч рублей, чем 50 тысяч рублей. Поставьте плюсики, если вы поняли сейчас, о чем я вам сказала. То есть торопимся, потому что, в общем-то, с долларом такие нюансы. Это первый момент. Второй момент. Потому что при закрытии статуса директора мы с вами получаем приглашение в Москву на банкет директоров на два лица, на совершенно фееричное зрелище. Я каждому-каждому-каждому новичку советую обязательно в Ютубе просто набрать банкет директоров и рефлей и убедиться, насколько это фееричное зрелище, и посмотреть это, увидеть своими собственными глазами. Это важный момент, да? И третий момент для тех, кто ставит перед собой задачу более высокой квалификации от золотого директора и выше, это ваша поездка в круиз по Средиземному морю. 14-й каталог крайний, когда нужно открыть статус золотого директора для того, чтобы попасть в этот круиз, посетить 4 страны, вообще побывать в таком невероятнейшем путешествии, которое, в общем-то, для вас станет ключевой такой отправной точкой в развитии вашего бизнеса, скорее всего. Потому что, ну, эти эмоции, впечатления, которые получатся, они с вами останутся навсегда, на всю вашу жизнь, и это очень здорово. Поэтому мы с вами привязаны к 14-му каталогу 2016 года. Мы сами себя привязали к этой дате, и мы стараемся сделать все действия для того, чтобы эта дата в нашей жизни стала датой нашей победы, да? Кто готов, можно сказать, кто уже принял четкое решение, что в 14-м каталоге, 14-й каталог станет каталогом его личной победы? Напишите, пожалуйста, в чате, кто уже такое решение четко, осознанно принял. Вот Эльвира написала, да? Угу. Света, Юлия Игнатова. Угу. А остальные? Ага, Руслан. Очень хорошо. Я надеюсь, ты меня вчера хорошо услышал. Ага, Настя, Слава, отлично, отлично, отлично. И наш вот этот вот проект, наша пилотная группа позволяет нам с вами делать очень важные вещи в достаточно сжатые сроки, да? Если кто-то только присоединился и не видел предыдущие наши планерки, обратитесь, пожалуйста, к спонсору, чтобы он вам в личку покидал записи этих планеров, потому что там просто вся пошаговая система, и ко всем остальным я обращаюсь, пожалуйста, в чатах прокачивайте эту пошаговую систему постоянно, потому что присоединяются новички в чаты, и в чатах есть такая фишка. Новичок, когда добавляется в чат, он не видит все предыдущие записи вообще, он ничего не знает. Поэтому если у вас появился новичок, который включился конкретно в бизнес и заинтересовался этим вопросом, то вы должны ему в личку покидать вот эти вот планерки, записи предыдущих наших планерок, да, где я пошагово объясняла всю эту систему. Это очень важный момент. Итак, функционал менеджера. Сегодня мы говорим об этом, и самое первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, сказать вам, ребят, что это ваш бизнес. Ваш. Ни спонсора, ни вашей команды, ни компании, понимаете, это ваш личный бизнес. Соответственно, результат вашего бизнеса, ваш, вот видите, вот слово «ваш» везде красным цветом выделено, это будет зависеть от вашей ответственности, которую вы возьмете или не возьмете на себя. И в большинстве случаев люди не хотят брать на себя ответственность по той простой причине, что они боятся этой ответственности. Но я хочу вам сказать, что я не знаю ни одного успешного человека, который бы плыл по течению, который бы никогда ничему не сопротивлялся и который бы ждал все время идей со стороны. Я не знаю ни одного успешного человека, который бы шел именно таким путем. Но я знаю много успешных людей, которые шли другим путем. Они брали ответственность за свое дело на себя и с этой минуты начинали принимать решения как самое главное ключевое звено своего бизнеса. Поэтому опять же задаем себе вопрос. Вы на сегодняшний день чувствуете себя главным ключевым звеном в своем бизнесе или вы сидите, прячетесь по углам и ждете, когда вам в клювике кто-то чего-то принесет в ваш бизнес, когда кто-то раскачает вашу структуру, когда кто-то даст вам какие-то дополнительные новые идеи. Или вы наоборот сами придумываете идеи и говорите спонсору, слушай, у меня есть вот такая идея, а еще у меня есть вот такая идея. Обсуждаете со спонсором эти идеи и берете ответственность за внедрение тех идей, которые одобрил спонсор. Поэтому, ребят, это ваша ответственность, это ваше отношение. Да, если опять же относимся с точки зрения «моя хата с краю, ничего не знаю», то, в общем-то, в этой хате ничего происходить не будет вообще, потому что каждый следующий человек, приходящий в вашу структуру, заведомо будет слабее вас. Соответственно, если у вас такое отношение, что, в общем-то, сижу тихо, смотрю через раз, да, в чаты, то, в общем-то, у ваших людей еще будет более слабое отношение, представляете, какая-то команда получится. Ну и, конечно же, это ваша личная вовлеченность. Что такое вовлеченность? Вот, знаете, как я всегда вижу людей, вовлечены они на сегодняшний день в свою стратегию развития бизнеса или не вовлечены. Например, я вижу, что человек где-то какое-то видео нашел кидать в своей команде, пишет «Вау, обязательно посмотрите, вообще супер идея, я вообще вдохновилась, давайте попробуем внедрить». Значит, этот человек вовлечен, потому что он ищет еще что-то извне, он думает еще о каких-то дополнительных моментах, да, он находится в состоянии поиска именно своей вот этой вот фишки, своей изюминки своего развития бизнеса, делает все для того, чтобы, в общем-то, раскачать свою команду. Либо я смотрю, что человек просто берет посты там с лидерского чата, перекачивает к себе, и то избрано. Вот как бы, знаете как, с точки зрения «это мне понравилось, я поставил, это не поставил». И мне так интересно всегда за этим наблюдать, потому что я понимаю прекрасно, но я прям сразу вижу вообще направленность мыслей данного конкретного человека. Вот сразу, по постам все видно всегда, да, но мне как спонсору точно. Поэтому, ребят, ваш бизнес зависит только от вас, от вашей ответственности, от вашего отношения, от вашей увлеченности. Вот как вы будете относиться к своему бизнесу, именно так он вам и ответит, той же самой монетой. Либо эта монета будет мешочек с монетками, да, в котором, в общем-то, будет звенеть там три червонца, да, либо это будет целый клад, который вы откопаете и который, в общем-то, полностью изменит вашу жизнь и который позволит вам привнести в свою жизнь все то, о чем вы только мечтаете. А что еще обязательно нужно? Конечно же, система. Обязательно. Невозможно сделать результат, если ты делаешь те или иные шаги от случая к случаю. Представьте, вот ребенка, да, посмотрите, здесь фотка такая классная стоит, да, представьте ребеночка, представьте, вот он первый раз попробовал встать на ножки, вот у него не получилось, у него сразу не получается, да. Представьте себе, что он оставил эти попытки на месяц, ну вообще оставил, больше ничего не делает, потому что это не его. Или у него не получилось с первого раза, да. Через месяц он опять сделает попытку привстать. Как вы думаете, у него получится? Опять нет, да. И он говорит, не, ну это точно не мое, ну вообще, блин, ничего не получается, и люди не прокачиваются, и в чатах никто мне не отвечает, и никому это нафиг ничего не надо. И он опять сел на попу, ровно сидит, да? Проходит еще полгода, он думает, нет, ну все-таки все вокруг же ходят, да, как-то интересно, растут, там что-то делают, развиваются. Так я еще раз попробую, раз он опять попу приподнимает, но так как он полгода сидел на попе, ничего не делал, что опять? Опять ничего, да? Вот мне очень часто консультанты напоминают вот такого вот виртуального ребеночка, да, который постоянно сидя на попе, мечтает о том, как он быстро когда-нибудь побежит. Только вот это когда-нибудь постоянно отдаляется во времени. Вообще непонятно, когда это когда-нибудь придет его жизнь, и придет ли, и хватит ли ему вообще жизни для того, чтобы это когда-нибудь в его жизни оказалось. Поэтому, ребят, система – это ежедневные действия, направленные на получение результата. Вот здесь ключевое слово – ежедневные. Вы знаете, пусть это будут даже какие-то неправильные действия, но если вы будете делать каждый день, вы все равно прокачаетесь, просто на это уйдет дольше времени, да? Хорошо, если вы четко слышите своего спонсора и четко прокачиваете правильные действия, тогда результат вообще не заставит себя ждать. Но в любом случае это должны быть ежедневные действия. Это должны быть… это не должен быть хаос, понимаете? Это должны быть четкие действия. И тогда получится вот таким вот образом. Первый раз не получилось, второй раз неустойчиво, но, может быть, какие-то есть, какие-то вещи стали получаться, а потом глядишь и пошел, и пошел, и пошел. И потом приезжаешь на мероприятие уже своего лидера, да, и восхищаешься этими мероприятиями, потому что ты понимаешь, что они круче и лучше, чем если бы сделал ты. И это классно, это здорово, это вообще зажигательно. Я почему так говорю? Потому что вот я вчера была на мероприятии в офисе Юлии Игнатовой. Девчонки вообще просто потрясающие. Они сделали совершенно потрясающее мероприятие. Такую велос-прокачку своей структуры, да, за действием бизнеса. И сделали контрольную запорку такую же, как была на мероприятии компании на велос-дне. И дресс-код сделали белый цвет, да, даже я делаю белый цвет, да, ну, раз уж дресс-код, то дресс-код, да. Вот. И пришли люди, и людей было достаточно много, и несмотря на жару, несмотря на духоту, все сидели, никто никуда не разбежался. И когда после этого еще и фотосессию сделали, ну, вообще супер, потому что люди, в общем-то, еще и на фотосессию остались. И, смотрю, часть людей сегодня уже вышли на эту планерку, потому что я вчера сказала, выходите, будет здорово, будет классно. То есть, в общем-то, смотрите, вся, любая система работает и оффлайн, и онлайн, если ею работать. Вот это очень-очень важный момент. Любой системой надо работать. Теперь еще один важный момент. Это план выхода на директорский уровень. Ребят, я как-то вам говорила этот план, но сейчас я хочу прямо акцентировать ваше внимание. Что такое 9%? Вот люди не понимают, иногда говорят, у меня не получается, да. Очень простой момент, очень простая ключевая задача. Это 9 ключевых партнеров в твоей организации. Следующий слайд будет, кто такой ключевой партнер, поэтому это объясним. 9 ключевых партнеров. 12%, если ты хочешь, у тебя должно быть 12 ключевых партнеров. 15% – это 15 ключевых партнеров. 18% – это 18 ключевых партнеров. И 22% – это 22 ключевых партнера. Понятное дело, что, ну, это цифры, которые надо стремиться. Но я вам сразу хочу сказать, что если я, например, вижу 9% группу, где всего один ключевой партнер – это сам менеджер 9%, то я понимаю, что на 12% этот человек выйдет нескоро, если не сказать, что вообще никогда. Потому что у него нет базы вот этого, да, других людей, нет рядом с ним, единомышленников нет рядом с ним людей, которые, в общем-то, готовы двигаться с ним в едином ключе. Вопрос, почему? И тут возникает абсолютно прозрачный ответ по той простой причине, что, скорее всего, человек прокачивает в своей организации не бизнес, а, например, скидку на продукт. Ребят, скидка на продукт сегодня не работает. Услышите меня, пожалуйста? Не работает. Идея скидки на продукт не работает. Я надеюсь, что вы меня услышали. Сегодня работает идея денег. Сегодня работает идея дохода. Сегодня работает идея путешествий. Сегодня работает идея свободы выбора. Сегодня работает личный бренд. Сегодня идея скидки на продукт не работает. И если вы это не услышите и не поймете, ваш бизнес обречен. Понятно? Как узнать, сколько у вас ключевых партнеров на текущий момент? Самый простой способ. У нас постоянно идут вебинары, каждый вечер. Каждый вечер у вас задача. Задать вопрос, сколько человек в твоей команде ходит на обучение. Потому что на обучение ходит только ключевые партнеры. Вот и все. То есть вы вышли на вебинарчик и смотрите, ага, у меня сегодня, например, у вас 9%, у меня сегодня, например, 5 человек. Маловато будет. А то и если меньше, так вообще караул. Быстро ищем следующих. Быстро ищем людей, которые будут являться ключевыми партнерами. Всем говорим про вебинары. Всех направляем и делаем это вкусно. Вкусно. Вот это тоже очень важный момент. Потому что любые вещи можно преподнести по-разному. Знаете, я недавно такое, ну, я очень много наблюдаю вообще в интернете и за другими растущими командами. Очень много стараюсь у них учиться. Очень много даю вам какой-то информации с того, что я знаю, да. И я, например, видела такой момент, как люди, как люди зовут на презентацию суть бизнеса. Ну, ВВО так называемый, да. Ну, например, один вариант. Они говорят о том, что сегодня, вот там новичок пришел, да. Они ему говорят, слушай, сегодня там в 19-20 часов по московскому времени у нас вот лидер рассказывает суть проекта, обязательно выходи, тебе надо обязательно послушать. Это такой вариант, да. Еще один вариант. У нас идут вебинары, надо на эти вебинары выходить. Вот такой еще есть вариант, да. А есть другой вариант. Слушай, ты хочешь решить, например, своей жилищной какой-то вопрос? Вообще, какие у тебя вопросы? То есть находим по ответу человека, да. Жилищный вопрос есть. Отлично. Хочешь, а в течение ближайшего года улучшить жилищные условия? Ты говоришь, да, хочу. Или там кредиты выплатить. Или ребенка там отправить обучаться куда-то, да, за деньги. Или еще что-то. То есть находим потребность человека и говорим, а ты хочешь эту потребность вот решить? Я говорю, да, хочу. Вот 20 часов по москве расскажут, как улучшить свои жилищные условия. Вот скажите мне, пожалуйста, в каком случае человек, ну, как бы больше шансов, что человек выйдет на этот вебинар? Во-первых, когда вы сказали, в 20 часов по москве будут рассказывать презентацию возможностей бизнеса или там суть проекта. Или второй случай, когда вы узнали потребность человека в улучшении жилищных условий, говорите, вот сегодня в 20 часов по москве у нас вообще супер, вообще бомба вебинар, где как раз рассказывают, как за год решить твой вопрос. Улучшение жилищных условий. Напишите мне, пожалуйста, в каком случае человек выйдет на этот вебинар? Вот Оля уже ответила. Во-второй. Остальные видите? Ага, во-втором, во-втором. Вот оно, вот что я подразумеваю, говоря слово «вкусно». Понимаете? Дальше, следующий момент. Когда я, например, зову на планерку, вы обращали вообще внимание, как я приглашаю вот на эту свою планерку в 12 часов? То есть я пишу сначала, что вот будет там планерка, потом я начинаю накачивать. Потом я пишу, уже скоро-скоро, через полчасика вас ждет там кто-то, кто-то. То есть это я накачиваю, да? А там через 5 минут я могу написать. Все, осталось 5 минут для изменения там вашей жизни. То есть я чаще всего делаю несколько вот таких вот анонсов. Я не подхожу к этому вопросу механически. Знаете, меня вообще дико, мне дико не нравится, когда, например, пишут расписание, расписание вебинаров на сегодня двоеточие. 19 часов, тот-то там, тема такая, 20 часов, тот-то тема такая, 21 час, тот-то тема такая. Я считаю, что это не работает. И я абсолютно уверена, что это неправильно. И несмотря на то, что мы работаем в огромной организации, мы внутри своей организации можем абсолютно кардинально это поменять. Мы можем писать своим людям так, как мы хотим. У нас у каждого есть свой чат. Мы можем написать вкусно, интересно, так, чтобы человек захотел, захотел туда попасть. Потому что если он считает, что в 19 часов вебинар, в 20 часов ВВО, а в 21 час турборост, ребят, я раз умоляю, это вообще никто не понимает, что написано. И фамилии людей, и что дальше с этим делать. Вот сегодня, например, у нас wellness день, да. У всех директоров есть вход в табличку, где мы записываемся на выступление. Зайдите, посмотрите, кто выступает. Зайдите в директорский часто, попросите написать этого человека, слушай, какая у тебя там сегодня тема, о чем ты будешь говорить, да. Ну, сегодня wellness день, и так понятно. Сегодня про wellness буду говорить, да. Ну, там, например, есть еще труборост, да. Простите проекты, напишите как-то по-другому. Ребята, это можно все сделать по-другому? Это еще раз я говорю об отношениях. Ваши отношения. Делаем мы для галочки, типа, ну, я же выставила расписание вебинара. Или это мы делаем для того, чтобы наши люди там были. Для чего? Для чего я это делаю? Я отношусь к своему бизнесу как к своему бизнесу? Или я к этому отношусь так, что мне спонсор сказал, что у меня должен быть чат. Ну, на тебе чат. На тебе спонсор чат, да. И вот спонсор сидит, смотрит на этот чат и обалдевает вообще от этого чата. Вот. Поэтому задаем себе вопрос, сколько моих человек ходит на обучение, и что я сделал для того, чтобы они туда ходили. Что лично я сделал для того, чтобы они туда ходили. Отлично. Дальше поехали. Так вот, кто же такой ключевой партнер, да, вот эти 9, 12, 15, 18, 22 человека. Какие они? Ребята, они активны. Их не надо уговаривать, они сами задают вопросы. Они сами утром здороваются, пишут доброе утро. Они сами приветствуют новичков, делают это по образу и подобию, который делаете вы. Они задают вопросы, они вам звонят, они у вас спрашивают. Если у вас на сегодняшний день уровень 9%, но у вас таких людей нет, то продолжаем прокачивать дальше. Это зависит, опять же, от вас. Чтобы эти люди появились. Значит, либо у вас скучно в чатах, и нет смысла задавать никаких вопросов, потому что, в общем-то, и непонятно, что там пишут на эти вопросы, да, либо вы, как бы, быстро не включаете этого новичка в работу, который активный, и он также быстро, в общем-то, и выключается из этой работы, потому что его быстро не закрутили в работу. Дальше. Этот человек однозначно позитивный. Однозначно позитивный. Никто не будет стремиться общаться с кислым человеком. Никто. Никогда не будет, знаете как, приветствоваться кислях. Только позитив, только энергетика, только драйв, только счастье, только хорошие новости. Только хорошие новости. Все остальное, в общем-то, неинтересно. Дальше. Этот человек должен быть включенный. Он должен быть, знаете, постоянно в режиме включенности внутренней, да. Он все время ищет варианты, как внедрить. Как внедрить то, о чем ему рассказал спонсор, там, или то, о чем он услышал на вебинарах. Он сам включенный. Он старается делать личный 150 баллов. Не факт, что у него сразу получается, например, это новичок, он активный, он включился. Может быть, у него первый каталог и не получится делать 150 баллов, потому что он еще только пока ищет себя, да, нащупывает свою нишу. Но он старается, он к этому стремится, и он делает в итоге эти 150 баллов. Он обязательно обучается, потому что если человек не обучается, долг от этого никакого точно не будет. Ну и, конечно же, он обязательно рекрутирует, он обязательно дает контакты, он обязательно выполняет те условия, которыми говорит наставник. Если наставник сказал минимум 10 рабочих страничек, значит, у него есть, ребята, эти 10 рабочих страничек. А если их до сих пор нету, вопрос, ты правда пришел сюда деньги зарабатывать? Или ты говоришь о том, что ты пришел сюда деньги зарабатывать? То есть, вот это очень важный момент. Ты делаешь это, потому что тебя заставляют, или потому что ты понимаешь, что это нужно для того, чтобы расти в карьере. Для чего? Чаты, да, вот я уже сегодня говорила какие-то вещи про чаты, сейчас еще расскажу. Ребята, чаты. Ведение чата – это ваша ответственность. Вы лидер команды, у нас у всех есть свои чаты. У всех. У кого до сих пор нет чатов, но у вас уровень 9% и более, вы опаздываете, вы отстаете, вы в прошлом веке находитесь. Опять же, вы хотите вы или не хотите, нравится вам это или не нравится, время идет вперед. И на сегодняшний день самая продуктивная прокачка команды – это чаты. Самая продуктивная, самая эффективная, самая низкая энергозатратная, но дающая самые высокие результаты. То есть, я всегда о своем говорю, да, о том, как получить наибольший результат с теменьшей энергозатратой. Вот это вот чат. Потому что в чате у меня консультанты находятся, да, которые… Мне легче, например, в чате прокачать какую-то информацию, чем, например, каждому индивидуально писать смс по телефону, допустим, там, о любой акции. Да, вот сейчас идет акция 50 баллов, да. Я вчера выставила в чате расширение списка продуктов, да, там появились еще интересные продукты, там появился сок-выжималка, там появился маринователь или как это называется. Такая штука классная, которую я очень хочу. Вот, аж забыл, как называется. Вот, так вот, смотрите, опять же, да, если у вас люди в чатах, если у вас есть чат вашей команды в Скайпе или в Вайбре или ВКонтакте, ради бога, он может быть где угодно. Но имейте в виду, что лучше от соцсетей все-таки дублировать где-то еще обязательно активный чат. Почему? Потому что соцсеть имеет такое свойство. Раз, и неожиданно забанили страничку, всякое в жизни бывает, и вы все потеряете. Поэтому дубль 2 обязательно должен быть в Скайпе, в Вайбере, то есть где-то должен быть дубль вашего чата. Так вот, чат – это ваша ответственность, и чат обязательно должен быть. В любом случае, понимаете вы или не понимаете, зачем это надо, хотите вы это или не хотите слышать, он должен быть и по-другому быть не может, если вы, конечно, хотите развиваться в этом бизнесе. Что обязательно должно быть чат? Вот вообще чат – это наш с вами инструмент прокачки организации. Мы с вами должны понимать, что у нас идет прокачка в несколько направлений. Первое направление – это должна быть продуктовая коммуникация. То есть обязательно в чатах должны быть продуктовые коммуникации, то есть что-то о чем-то о продуктовом, о разном. Да, вот очень хорошо заказы, когда выставляют свои, да, очень хорошо, когда пишут о каких-то конкретных продуктах. Но имейте в виду, что каждый из вас в день должен, ну, хотя бы один пост выставить в своем чате о продуктовой коммуникации, о каких-то продуктах, для того, чтобы произошло понимание людей, да, ну, чтобы, в общем, люди захотели. И опять же, не просто искусственно, да, там тушь пять в одном – это тушь классная, хорошая, да, а прям, ну, вот прям должно быть так написано, чтобы человек, вы знаете, прочитав этот пост, сказал, боже мой, я очень хочу эту тушь, почему ее у меня до сих пор нет. Если кто-то из присутствующих сейчас считает, что у него просто не хватит фантазии для того, чтобы сделать именно так, ребят, на сегодняшний день вообще не проблема, интернет – великая сила. Вы просто заходите в интернет, набираете отзывы по, например, там, такому-то продукту и ищите вот такие вот восторженные отзывы, и просто выкопируете и вставляете, да, ну, как бы перефразируя это на себя. И все, элементарно все делается просто, в чатах у нас прокачиваются какие-то продукты. Вот, например, сегодня, wellness день, да, с утра уже появилась надпись, что напишите, пожалуйста, о том, как вы прокачиваете wellness, там, как wellness пришел в вашу семью, какие у вас изменения вместе с wellness, и как вы продвигаете wellness у себя в команде. И вот я смотрю, время по Самаре без 20 час, да, на это время, вот в моем чате появилась надпись. Раз, это Эльвира Бигбова написала, два, это, это у нас написала Настя Осипова, малюсенький такой вот, ну, слабухой такой. Я написала, Аня написала Горбачева, и я перекачала Регину Капитоновой, то есть я смотрю, она wellness в чате написала, в моем мне думала, ладно, я скопирую, что я сделала. И Оля Князькина. Все. У меня вопрос, а остальные wellness не пьют? Ребят, вы не берете wellness для себя? Вот из присутствующих, кто берет для себя wellness? Поставьте, пожалуйста, единичку в чате сейчас. У кого wellness идет обязательно в его заказах? Кто уже берет wellness? Есть такие люди? Есть, есть, есть. Отлично. А почему вы об этом не пишете? Возникает у меня вопрос неожиданно. Почему? А как ваши люди должны узнать, зачем брать wellness? Если вы им об этом не пишете, я понимаю, что вы говорите им при встрече, но, ребят, вы при встрече говорите одному человеку, а в чате, например, сидит 190 человек, ну, например, в моем, там, у Зайцева, да, или, например, там, 50 человек в чате сидит у кого-то, у кого-то, да пусть их даже там 12 человек, ребят, ну, у вас сразу 12 человек узнали, как это круто, как это классно. Плюс вы себе покидали то, что написали другие лидеры в общем чате, и вот у вас появилась целая большая страничка, посвященная wellness. То же самое можно сделать на wellness, то же самое можно сделать с уходом за телом, то же самое можно сделать с уходом за волосами и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, ваш чат – это ваша ответственность. Что вы будете прокачивать в своем чате, то и будет в этом, да? Значит, ежедневно вы должны прокачивать продукты, да? Сегодня это wellness. Дальше. Ежедневно вы должны прокачивать рекрутинговую информацию. Рекрутеров всегда меньше, чем потребители. Всегда. И всегда 10% от 100% структуры. Но, ребята, именно эти 10% будут и будут сами расти в бизнесе, и будут вам давать рост в бизнесе. Скажите мне, пожалуйста, нужно ли этим 10% уделять достойное внимание тем, кто рекрутирует? Должны ли они получать для себя дополнительную информацию по рекрутингу? Должны ли они получать пряники для себя, да, вот эти люди, которые рекрутируют? Однозначно должны. Потому что потребитель – единица взаимозаменяемая. Так, сегодня он любит рефлеем, завтра он любит еще что-то, послезавтра еще что-то. Сегодня потребитель с вами, завтра нет. Но новичок, который пришел к вам в ваш бизнес, который включился в чат, который увидел, как все тут интересно, как живенько, как все бодренько, который дал первые 5 звоночков, контактов своему спонсору, а благодаря которому у него в первый же день появилось первых, там, 1-2-3 регистрации к нему, да, в команду. Вот. Скажите мне, пожалуйста, сильнее будет включаемость этого человека в бизнес? Конечно, сильнее, понимаете? Но для этого должен быть кто-то, кто должен об этом думать и за этим следить. Это вы, люди, которые развивают свой бизнес. Это вы, менеджеры, которые ставят перед собой главную, основную, ключевую задачу – это рост организации. Рост организации определяется только двумя вещами, ребят. Первое – это рекрутирование, то есть увеличение количества людей в вашей организации. И второе – прокачка продукции. Вот и все. То есть товарооборот. Одно без другого не работает и не дает вам роста. Поэтому обязательное условие как рекрутирование, так и прокачка продукции. Дальше. Обязательно в течение дня в чате должна появляться какая-то мотивационная информация. Ну, с этим вообще все просто. В интернете нашли картиночку какую-то мотивирующую, поставили ее, да. Дальше. Продвижение в wellness, ребят. Это обязательное условие, ребята, в wellness – это на сегодняшний день приоритетный продукт в компании. Я вам больше того скажу, кто-то об этом знает, кто-то не знает. Но я на сегодняшний день вхожу в пилотную группу от компании, которая рассматривает развитие компании до 2020 года, ребят. Я сегодня знаю абсолютно все тенденции компании, на что она направлена, как будет дальше происходить это развитие. И очень много фишек и секретов, я знаю, которые мне нельзя разглашать. Но я хочу вам сказать, сейчас основное и самое главное, что вы обязаны знать, ребят, на сегодняшний день. Если вы не научитесь продвигать wellness и уход за кожей лица, серия на бейшик и бьюти, вот эта вся история, да, то вас, в общем-то, трудные времена будут ждать. Поэтому, ребята, поверьте мне на слово, учитесь прокачивать, учитесь прокачивать нужные продукты. Жаль чего, Ань, жаль? Жаль, что не могу сказать? Я вот понимаю, что наши обещания берут, что вы не имеете права. Но я хочу вам сказать, что кто едет в Сочи и кто едет на Кипр, да, вы частично эту информацию узнаете там, ребят. И, ну, в общем, я вообще безумно люблю нашу компанию именно за то, что они не просто внедряют какие-то вещи в наш бизнес, да, а они перед внедрением этих вещей всегда собирают вот таких вот активных лидеров, да, которые на сегодняшний день активно работают и всегда советуются с нами. Они всегда нам дают эти инструменты, то есть я уже видела какие-то вещи, да. И на этом говорят, ребят, как вы считаете? Вот это как? Это вот как вам надо? Чем мы еще, в общем, другими словами, можем вам помочь для того, чтобы вы еще быстрее росли в этом бизнесе? Представляете, как круто? Мы говорим, вот это, вот это, вот это, вот это сработает, это не сработает, это надо, это не надо, это видим так, а это вот так. И в итоге мы получаем то, что мы хотели. Поэтому, ребят, вообще гениальнейшая совершенно компания. Я ни одной другой такой компании просто не знаю. Именно поэтому компания Reflame столько лет растет, развивается, и многие лета компания будет расти и развиваться только по той простой причине, что она это делает в симбиозе со своими лидерами и никогда не спускает сверху какие-то вещи, которые лидер не воспримет, не примет и в убыток к этому лидеру. Только то, что будет давать этому лидеру еще больше рост, еще больше движения, еще больше развития. Поэтому, ребята, Wellness это ключевая категория на сегодняшний день нашей компании и в принципе еще нам показывали рейтинг развития вообще сетевых компаний в мире. Так вот, на сегодняшний день самый высокий уровень развития в мире имеют те компании, у которых есть очень хороший Wellness продукт, ну именно продукт здоровья, да, и очень хорошая уходовая часть, то есть уход за кожей лица. Вот именно эти компании на сегодняшний день растут и развиваются, и у них идет прирост товарооборота во всем мире, ребят. И у нас с вами в Reflame эти два ключевых момента есть. Поэтому, зная тенденцию мировую, зная о том, что Россия обычно отстает где-то приблизительно на 3-5 лет от особо развитых стран и где-то на год от вот таких похожих на Россию стран, то, в общем-то, уже можно говорить о том, что те из вас, кто поймут, что развитие нашего бизнеса лежит в двух апостасях, это продвижение продукции Wellness и уход за кожей лица серии Novage, те, в общем-то, и будут расти в ближайшем будущем, потому что это будет, в общем-то, все направлено именно на это. Дальше, что еще должно быть в чатах? В чатах обязательно должны поздравить с результатами. Ребят, не надо ждать конца каталога. Вот пришел новичок, да, сделал первый квалификационный заказ. Все, пишем, ура, 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 там Маша, Даша, Петя, Вася сделали квалификационный заказ первый, там, неважно, пусть это будет на 5 баллов, он сделал, он сделал первый шажочек, он умничка, похвалите, поздравьте его с этим вопросом, да, это очень просто. Это очень просто, сделайте, он тоже заходится на этом чате, он тоже это увидит, он тоже скажет, ну, как круто, как классно, обо мне уже знают, уже помнят, да. Вышел на 3% там первые 3 дня каталога, супер пишем, сделал 150 баллов, вообще пишем. То есть, ребята, пишите, пожалуйста, все, вот с чем вы готовы поздравить своего человека, ну, по делу, конечно, да, с заказом, с квалификацией какой-то, еще с чем-то, пишите, хвастайтесь. Потому что все остальные молчуны в чатах, 90% в чатах молчуны, то есть они сидят, но они, ребят, читают, раз они выходят. Они читают эти чаты, они видят их, они знают о их существовании, и они сидят, и каждое вот ваше вот такое вот поздравление подогревает их интерес. Сколько нужно прокачивать чат, ребят? Я вам хочу сказать, что правильно прокачка чата проходит от 3 до 6 месяцев. Что это означает? Это означает, что если, например, вы начинаете в чате что-то писать, 2-3 дня пописали, видите, вам никто не отвечает, никто не реагирует, не дай боже вам взять и бросить все, потому что типа это никому не нужно, ничего подобного, ребят. Только дел одни и те же действия 3-6 месяцев, вы можете говорить о результате. Но если все делать правильно, через 3-6 месяцев, ребят, у вас появятся люди, которые начнут вас деплицировать, которые начнут делать вместе с вами, и которые, в общем-то, разбудятся среди тех уснушек, которые висят в ваших чатах, да, или там, текущников. Они есть в ваших чатах, их очень много, но ваша задача сделать так, чтобы эти люди были, пробудились, да, и стали активными. Саша пишет, звук пропал, у остальных как дела? Слышно меня? Да. Напишите, пожалуйста. Ага, все, у остальных все хорошо, Юль, звони Саше и говори о том, чтобы она перезагрузилась. Дальше поехали. Помните, пожалуйста, о том, что в любом чате, неважно, где он у вас находится, в Скайпе, в Вайбере, в ВКонтакте, например, да, группа, в любом чате одна и та же история. Новичок, который только-только подключился к вашему чату, он не видит всю информацию, которая была до этого, до его подключения. Поэтому приблизительно раз в три дня обязательно в чате нужно прокачивать текущие акции, которые идут, да, и стартовую программу для новичков. Раз в три дня обязательно для новых новичков, если у вас поток идет новичков ежедневно. Если поток не ежедневный пока, хотя бы раз в неделю это надо прокачивать, потому что они об этом не знают, да. У них эта информация прошла мимо них просто-напросто, да. Поэтому какие-то вещи надо прокачивать постоянно. Дальше, ребят, поздравления с днем рождения. Не надо, конечно, часто превращать в поздравительную такую вот информационную часть, но написать о том, что сегодня там у нашего партнера там того-того день рождения, здоровья, счастья, успехов, это вообще всегда приятненько, да. И быстренько покидали эти поздравления людям приятно. Откуда узнать эти дни рождения? Если вы делаете все правильно по системе, которую я вам говорила, я вам говорила о том, что каждого новичка вы стараетесь присоединить к своей брендовой страничке обязательно, да, чтобы он там был. Таким образом у вас будут высвечиваться, да, дни рождения этих людей, поэтому никогда ничего не пропустите мимо. Дальше, про анонсы вебинаров. Как я уже сказала, да, что для того, чтобы люди ходили ваши на вебинары, у вас должны быть вкусные, интересные анонсы этих вебинаров. И эти анонсы должны появляться не менее трех раз в день. То есть первый анонс в днем, например, должен пройти, второй анонс вечером должен пройти где-то за пару часов до вебинара, и третий анонс за 10 минут до начала вебинара должен пройти, причем анонсы должны идти именно в таком ключе, что скоро-скоро, вот-вот-вот, сейчас-сейчас, уже совсем-совсем близко для нас с вами, там, какие-то новости, информации и так далее, и так далее, то есть, ну, какой-то такой вкусный прокачанный анонс. Поэтому, ребят, обязательно условия, это должно быть, да, поймите, пожалуйста, одну простую вещь, что люди, которые приходят к нам в организации, они не живут этим бизнесом так, как живем мы. Мне тут один директор как-то сказал, я не хочу играть в ваши игры, что вы там все придумали, всякую фигню, всякие чаты, все время все блымка, все это ерунда, это никак не влияет на товарооборот. Я лично понимаю, что моя задача срочно и быстро в этой команде искать, ну, других ключевых партнеров, потому что эта группа обречена, к сожалению, к моему великому, хотя это директор, большой товарооборот, но группа заведомо обречена, потому что человек не хочет и не слышит, не понимает тенденции бизнеса, он не понимает будущее этого бизнеса, и он не понимает ту ключевую направленность, направленность, которая нас ожидает в ближайший год, 2-3, и не хочет ничего менять, не хочет учиться ничего новому, значит, в общем-то, я как лидер должна принимать кардинальные решения и должна, в общем-то, об этом задумываться, да. Ребята, чаты – это не игрушка. Чаты – это очень сильный, наверное, на сегодняшний день один из самых сильных инструментов прокачки группы. Чатами вы можете прокачать все, что угодно. Вы можете чатом прокачать, например, продуктовую направленность, если это нужно сегодня, а завтра, например, вы можете прокачать бизнес-направленность чатом. Чат – это такой вот многогранный инструмент, который позволяет вам воздействовать на вашу структуру с разных совершенно аспектов и получать уникальные, выдающиеся результаты. На одном только чате можно сделать 22-процентную группу за каталог, ребят. Я как-то с девушкой разговаривала, которая вышла на 22% за один каталог. Я была в шоке. Я спросила, а как вообще так получилось? Ну вот вообще стоит передо мной ребенок. Правда, ребенок. Потому что там она студентка была, ну, какого-то курса, там, второй, может быть, курс. Ну, то есть тут ребенок стоит передо мной, в общем-то, да, который говорит о том, что он сделал это за один каталог. Я говорю, как? Ну как? Как можно сделать? Она говорит, да, вообще элементарно просто. Я со всеми созвонилась со своими, кто у меня был на тот момент зарегистрирован в команде. А зарегистрировано у нее было на момент, когда она приняла решение расти в бизнесе, где-то порядка 30 человек, всего-навсего. Я, говорит, со всеми созвонилась, рассказала суперидею развития бизнеса через интернет. И сказала, что вот мы давайте с вами создадим чат и будем там писать каждый день о своих, ну, вот, задания она давала там каждый день. Как писать? Ну, задания, не в смысле задания, вот, задания она давала, да. Она писала, наутро встала и писала, ребята, сегодня у нас день, мы прокачиваем там вот это. Трын-тын-тын-тын-тын, и все начинают писать, да. Завтра они встают, ребята, сегодня у нас день такой-то, мы прокачиваем вот это. Трын-тын-тын, и опять все начинают писать. 80% она уделяла прокачке рекрутинга, и 20% она уделяла прокачке продукции. Соответственно, каждого новичка, которого она добавляла снова в чат, у них пошел поток новичков, потому что рекрутинг прокачивался. Каждый новичок, который приходил, он тоже попадал в эту же кашу, где прокачивается рекрутинг и прокачивается продукт. Соответственно, был очень высокий уровень включаемости новичков как в рекрутинг, так и в размещении заказов. И, соответственно, за один каталог они пригласили в команду 80 человек, к тем 30, которые были, и благодаря прокачке рекрутинга и продукта они открыли 22%, ну и дальше, соответственно, пошли расти дальше, потому что появились ключевые партнеры за это время. Вот и все, ребят, за один каталог, за один. Просто так, в общем, практически с нуля. Дальше. Мы с вами договорились о том, что вы будете в чате бриллиантики писать отчеты о проделанной работе. Мне вообще все равно, пишите вы их или не пишите, по той простой причине, что это вам нужно. Ребят, когда вы будете писать отчеты о проделанной работе, вы будете анализировать свой прошедший день, вы будете понимать, куда ушел этот день, что вы в этот день сделали для своего бизнеса, сделали ли вы хоть что-нибудь. Если вы не пишете этот отчет, я лично понимаю, что вы ничего для бизнеса сегодня не сделали. И если вы ничего не сделали для бизнеса, ну, конечно же, надо думать, что не стоит ждать результата от этого бизнеса, да? Но при этом, если, например, день был, ну, скажем так, допустим, вы делали много действий, например, вы сделали 100 рассылок в соцсетях, но у вас нету регистрации, значит, надо так написать отчет, чтобы все равно это выглядело позитивно. Что я сделал, например, 100 рассылок в соцсетях, уже пошли первые отзывы, я уже начала первые диалоги, беру первые телефончики, значит, у меня завтра будут обязательно регистрации, и я завтра сделаю как минимум 2 регистрации, потому что уже чувствую, что вот-вот-вот. Ну, то есть, вот, все равно каким-то образом, боже мой, каким-то образом позитивненько. Я у вас есть еще? Потому что у меня что-то играло, раз и потемнел. Ребята, вы меня слышите? Ага, все хорошо, потому что у меня что-то прямо выбилось как-то, неожиданно. Ну, и, конечно же, сами вебинары, да, ребят, вебинары должны быть интересные. Что значит интересный вебинар, да? Интересный вебинар – это когда в него включаются личные, 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 личные истории, да? Личные истории, ну, например, вот новичок, да, он только пришел в этот бизнес, у него нет еще кучи личных историй. Но у него есть его личные истории, да, почему он пришел, почему он сделал этот выбор? А почему, будучи уже вот это время, которое находится в этой команде, он только удостоверился в том, что все это классно и здорово, и увидел еще больше перспектив, и понял для себя, что это для него будет теперь новый образ жизни, да, и так далее, и так далее, и так далее. И тут же по поводу вебинара, да, мне кажется, будет другой слайд. Если что, вы мне напомните, пожалуйста, Ольга, что-то хотела сказать по поводу вебинара. Так, ну, про чаты поняли, ребят? Чат – это не просто для галочки. Чат – это не для того, чтобы заставлять себя из пальцев там что-то высасывать. Чат – это место, в котором вы можете прокачать свою организацию, благодаря чату вы можете найти новых ключевых партнеров, вы можете найти людей, которые включатся вместе с вами в бизнес, и вы можете сделать очень быстрый результат. Это благодаря чату. Сейчас я посмотрю, Юль, что у меня там в следующий слайд, потому что я хотела отдельно сказать. Ага, вот, дежурство по чатам. Мы с вами установили дежурство по чатам, да? Значит, в понедельник команда Анна Горбачева, в вторник команда Тольятти, среда команда Регины Капитоновой, четверг команда Настя Иосифовая, пятница команда Юлии Игнатовой, то бишь сегодня, Юля, твой день. А где Юля, у меня вот вопрос, да? То есть суббота, завтра команда Маша Логутенко, Анастасия Леиной, в воскресенье у нас Саранская взял, а команда Светланы Чагадаевой. Ребят, что такое дежурство по чатам? Это означает, что весь день постоянно должна идти информация. С утра и до позднего вечера от дежурных должна идти информация. То есть дежурные должны смотреть все чаты, какие есть, да? Интересную информацию прокачивать, с утра предлагать тему прокачки, да? Что сегодня мы будем прокачивать и придерживаться этой темы. Еще раз повторяю, что если мы хотим расти и развиваться в бизнесе, у нас должно 50 на 50, 50% это рекрутинг, 50% это продукт. И то, и другое ежедневно должно отражаться в чатах. Плюс дежурные обязательно должны писать вот эти вкусные анонсы вебинаров, поэтому это задача дежурного уточнить, где какие вебинары и что там будет на этих вебинарах. И задача дежурного как раз выставлять эти анонсы, да? И следить за тем, чтобы эти анонсы выходили именно тогда, когда они должны выходить, да? То есть анонс должен выйти где-то в обед, где-то в 12 в час дня, анонс должен выйти где-то в 6 часов вечера, ну, это по Самаре, да? В 5, значит, часов вечера по Москве. И анонс должен выйти за 10 минут до начала вебинара. Потому что люди забывают, отвлекаются, и даже если вы выставили один раз анонсы, думаете, что человек его прочитал и помнит, не обольщайтесь, ничего он уже не помнит, потому что за этот час у него случилась куча всяких других событий, и он уже забыл про ваш анонс. Поэтому за 10 минут до начала снова выставляем этот же анонс, но уже вот с такой накачкой, да, что скоро-скоро, вот-вот-вот, прямо вот буквально через 10 минут быстрее выходите, а такого еще не было. Вот. Поэтому, ребят, на этой неделе я не удовлетворена дежурством по чату, вот никого пока не могу похвалить на этой неделе, в отличие, например, от первой недели, когда мы распределяли дежурство, там вот я похвалила один из дней, да, вот мне понравилось, как команда Тольятти проводила свое дежурство. На этой неделе все дежурят плохо, ребят, с моей точки зрения. Ну уж извините, кто-то вам должен это сообщить, потому что, еще раз хочу вам сказать, чат – это очень сильнейший, мощнейший инструмент скорости развития бизнеса. От того, какой будет энергетически заряженный чат, зависит, как мы с вами будем, с какой скоростью мы будем расти в этом бизнесе. А если мы с вами хотим расти быстро, а я хочу, чтобы мы расти с вами очень быстро, значит, чат должен прокачиваться серьезно, да. Это очень важный момент. На каждом из вас, на целой команде всего один день в неделю, и ваши задачи также внутри команды вы можете также, кстати, распределить. Вот, знаете, что такое, например, команда, там, Юлия Игнатова сегодня, да, отвечает. То есть есть Юля, и есть ее персональная группа. Юля, например, распределяет, она говорит, так, вот у кого-то в ее персональной группе очень хорошо получается прокачивать философию. Она говорит, давай, ты сегодня пишешь посты про wellness. У другого хорошо получаются картинки где-то находить и вставлять. Ну, ты сегодня мотивационные картинки вставляешь. Третий человек, там, например, анонсы пишет, да. А четвертый человек, например, сама Юлия Игнатова, да, пишет рекрутинговые какие-то вещи. Вот, пожалуйста, да, пожалуйста, у вас, мы не, это, я же вам не написала, что это конкретно, например, там, Аня Горбачева сегодня должна все писать. Нет, я пишу, смотрите, слово команда. Ребят, команда, везде написано слово команда. Учитесь делегировать, доверяйте своим людям, не тащите все на своих плечах. У каждого из вас есть команда. В этой команде есть люди, которые могут это сделать. Это найти мотивационную картиночку, а в интернете может даже новичок. Там, я не знаю, трехпроцентник может это сделать. И он лучше картин плачет даже, чем вы. И вам даже время на это не надо тратить. Поэтому, ребята, это наше с вами видение. Это очень важный момент. 52 минуты говорю, и всего 7 слайдов. Надо бежать уже. Дальше поехали. Что еще обязательно? Обязательно. Да, про вебинар почему-то я не вижу у себя слайд пока. Давайте вот, Юль, хорошо, что ты мне написала, но мне глаза мозоль. Про вебинары, да, хотела сказать. Ребята, у нас с вами есть утренние вебинары, есть вечерние вебинары. Записывайтесь активно на выступления, на вебинарах. Почему, ребят, надо активно записывать? И менеджер своих записывайте, и новичков своих записывайте выступать на вебинар. Вы знаете, может прийти такой новичок, который так классно рассказывает. Почему вы на утренний вебинар не записать, не поставите, попробовать, да? Пусть он попробует. Да, маленькая аудитория совершенно. Уже запись вы сделаете, уже его личный бренд таким образом начинает развиваться. Потом вообще классно это будет. Это будет такое историческое видео когда-нибудь, когда он станет директором, будет рассказ. Вот это вообще мое первое видео. Посмотрите. Я тоже был таким же, как и вы. Я тоже не умел, может быть, где-то там особо разговаривать. Пусть этот вебинар будет 20 минут всего, но это будет от него, от чистого сердца, его история. Почему он пришел, почему он выбрал. И какая-то плюс-добавочка, там, продуктовая, например, да? Используйте, используйте эти вебинары для прокачки личного бренда, ребят. Все, кто на сегодняшний день не является директорами и не выступает на вебинарах, ребят, это вам жирный большой минус именно не выступление на вебинарах. Потому что это оттягивает ваше вступление в директорскую команду. Вы не прокачиваете свой личный бренд и вы не нарабатываете свою речевую базу. Поэтому, если вы хотите быстро делать результаты, начинайте прокачивать свою речевую базу, начинайте прокачивать свой личный бренд. Для этого вы просто говорите спонсору. Оля на планерке что-то там говорила по поводу вебинаров. Это где, это куда, запиши меня 25 раз на этой неделе, потому что я хочу вообще все прокачать у себя и хочу вообще директором стать за 3 месяца. И у меня нет времени долго раскачиваться, долго делиться и долго ждать. И все, ребят, поэтому контролируйте, пожалуйста, лидеры, контролируйте вообще самую ситуацию с вебинарами, да, и сами, пожалуйста, активно записывайтесь много и, соответственно, следите за этим. Дальше. Ежедневная работа с информационным листом. У нас с вами на официальном сайте компании есть так называемый графа информационный лист или, допустим, просто ваша структура, да, просмотр. Один раз в день просмотр обязательно, но три восклицательных знака, видите, обязательно крупно написала. Люди приходят в бизнес, начинают мне, например, задавать вопросы, я всегда любой вопрос, всегда в ответ задаю один и тот же вопрос, сколько лет работаю в бизнесе, всем задаю один и тот же вопрос. А сколько у тебя баллов на текущий момент по группе? Все. Если мне сразу не отвечать, я понимаю, что расти будем долго и мучительно. Почему? Потому что человек не в бизнесе. Ну, как можно, например, представьте, если у вас был бы открыт обычный магазин, обычный. Как бы вы развивали свой магазин, если бы вы не знали, что у вас продано в магазине, какой товар заканчивается, какой надо подвезти, какой, например, еще пока есть, и вам, наоборот, не надо. Если бы в обычном магазине вы бы покупали товар хаотично, то ваш магазин бы, в общем-то, через некоторое время приказал бы долго жить по той простой причине, что какой бы товар уже завалил ваш магазин, потому что, например, у него низкая покупательская потребность, да, а какого-то товара бы бесконечно не было в вашем магазине, и этот магазин был бы неинтересен другим людям. Вот наш бизнес, он точно такой же, ребят. Мы каждый день, если мы поставили перед собой цель расти и развиваться в этом бизнесе, значит, у нас есть план, план на каталог. Например, новичок пришел, мы ставим план на каталог 9%, говорим о том, что 150 баллов это по личной, 750 баллов это по группе. Как узнать, куда я двигаюсь? Вообще, двигаюсь ли я в направлении плана? Каждый день мы смотрим, один раз в день обязательно, я смотрю не один, а два раза в день, как минимум, а свою структуру, да. Если кто-то сейчас, сидящий на этом вебинаре, даже не знает, где это посмотреть, срочно задаем этот вопрос спонсору, потому что это очень важный вопрос для развития бизнеса. Дальше. У вас в команде появляются стартеры. Обязательно, ребята, с ними надо познакомиться. Обязательно. Если вы не знакомитесь со своей командой, у вас нет команды, вы не становитесь для этой команды лидером. Уже на начальном этапе, не важно, сколько у вас человек в команде, пусть будет три всего человека, но для этих трех людей вы должны становиться этим лидером. Я не развиваю в руку, если мне некому привязать людей. Понимаете, вот очень простой критерий, да, вот как узнать, с какой группой я буду плотно работать, а с какой пока не буду. Очень просто. Если не есть куда привязать человека в группе, я точно знаю, что он каждый день будет получать ответы на свои вопросы, и там его спонсор взял ответственность за бизнес на себя. Я буду развивать эту ветку. Если я вижу, что мне привязать некому, к себе привязывать человека не буду, потому что у меня нет цели развития личной персональной группы в том плане первой линии, да, я ромашки не строю. У меня есть цель выращивания директорских структур, поэтому я всегда ищу ключевых партнеров, я всегда ищу лидеров. Так вот, если у вас даже три человека в команде, вы обязательно должны с ними познакомиться, да, позвоните им, познакомьтесь с ними, поприветствуйте их в соцсетях, скажите им, чтобы они добавились к вам на страничку в соцсети, и общайтесь с ними в соцсетях, и будьте с ними близки, и говорите им о том, что вы их спонсор. А вы там, например, тоже недавно только пришли в эту команду, но вы вообще безумно счастливы, что выбрали именно эту команду, потому что вам все нравится, да, и у вас уже получается. И все, и новичок уже не чувствует себя одиноким, ему уже интересно, ему уже комфортно, и вы уже, вы уже для него лидер, понимаете, вы уже для него директор, хотя их там трое, и у вас уровень никакой еще пока, даже трех процентов нету. Но вы уже директор для своего новичка. Ребят, если вы пришли стать директором, нужно делать правильные действия. Дальше. Контроль плана без информационного листка невозможен, поэтому это обязательно. Отработка акций, да, тоже как без информационного листка, например, сейчас идет, да, там 50 баллов заказ, в следующем каталоге берем продукцию там с какими-то скидками большими, да, глубокими. Как узнать, кто сделал, кто не сделал? Да элементарно, информационный листок вам в помощь, да, там все есть, да. И когда я, например, в конце каталога беру распечатку, да, уже в таком распечатанном виде, и вижу, например, что у человека 48-49 баллов, ребят, мне хочется много теплых и душевных слов сказать спонсору этого человека. Вот, ну, в кавычках, душевных и теплых слов, потому что я понимаю, что не проработано с этим человеком, да, ему просто не донесли информацию. Или, например, я беру распечатку, а у человека 146 личных баллов. Понимаете, я понимаю, что вообще безобразие, что это безобразие, потому что человек потерял кучу денег, кучу денег потерял, не доделав эти 4 балла. О чем, о чем думали, да, те, кто ему об этом не сообщил. Дальше, планирование уровня с ключевым партнером тоже только с информационным листком. Ну, и, конечно же, отслеживание и поздравление новых результатов, это тоже только с информационным листком можно сделать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня поняли. Поставьте, пожалуйста, плюсики, это очень-очень-очень важно сейчас. Дальше правила ключевого партнера, важнейшее правило ключевого партнера, это личные баллы в первые дни каталога, ребят. Понимаете, вот очень важно, да, покупать для себя качественную продукцию и зарабатывайте, сидя дома в семье, а не ходите, не бегайте в магазин и не развивайте чужой бизнес. Вот должен быть основной посыл. Поэтому первые дни каталога, первые, там, три дня каталога, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четыре, получается, дня, да, чаты должны прокачиваться на личный товарооборот. А я уже сделала 150 баллов, потому что моя задача расти и развиваться, я хочу построить бизнес, я хочу получать доход от 30 тысяч рублей, поэтому теперь у меня руки развязаны, теперь я полностью направлена только на рекрутинг. Вот что должно звучать в чатах, да, как легко вы сделали 150 баллов, о том, что если делаете заказ в первые дни каталога, вы все получаете, потому что все есть на складе, вы получаете все по акциям, что именно хотели, да, не то, что осталось. Вот об этом должны быть первые три дня каталога, а в чатах должна прокачиваться именно эта информация. И те, кто дежурит по чату, должны постоянно прокачивать вот эту фразу, что правило ключевого партнера, личный балл в первые дни каталога, и дальше своя история, почему в данном случае вы придерживаетесь этого правила. Это очень важный момент, тем более у нас только-только начинается, да, вот скоро, вот, буквально два дня осталось текущего каталога, и в воскресенье уже следующий каталог начинается. Сопровождение новичка, не буду вообще на этом саланте, есть отдельное видео от меня на эту тему, но я вам хочу сказать, что очень удобно сделать табличку. В гугле по поводу сопровождения новичков, то есть вот прямо, чтобы вы по пунктикам, да, у вас выставлено было, что суть проекта посетил, в чате добавлен, на моей страничке ВКонтакте добавлен, там, рекрутировать, например, звоночки начал делать и так далее, и так далее. То есть какая-то информация у вас должна быть перед глазами, чтобы вы понимали вообще, насколько этот человек уже включился в бизнес, да. Дальше, что мы делаем после регистрации, я это давала в воскресенье на своей основной планерке, для всех, да, которые идут 19 часов по Москве, записи этой планерки есть, выставлены на моем канале, останавливаться сейчас об этом не буду. Если кто-то видит этот слайд впервые, очень рекомендую скриншот сейчас сделать, потому что здесь по пунктам 16 пунктов, что мы должны сделать после регистрации с новичком, да. Просто сделайте, пожалуйста, этот скриншотик и, в общем-то, поехали дальше. Дальше, если вам нужна расшифровка этих пунктов, милости просим, на канал запись есть, я там все подробненько рассказываю. Дальше поехали. Водный курс для новичка тоже есть отдельная моя запись, как провести водный курс для новичка, тоже, пожалуйста, на канал, ищите это, все в записи есть. Здесь я вам просто показываю, да, из чего состоит водный курс для новичка. Знакомство обязательно сначала о себе рассказали с ним, познакомились в том, что он где живет, кем работает, или учится, там, и что ли как, да. Выявление потребностей, с какой целью он пришел вообще в проект, да, что вы хотели, вас интересует получение дополнительного дохода, или вас интересует просто приобретение продукции со скидкой, для чего вы пришли в проект, да. Понимание бизнеса. С пониманием бизнеса останавливаюсь, да, чуть-чуть, три секунды. То есть смотрите, обычно как вот спрашивают понимание бизнеса, вы посмотрели свой проект, он говорит, да, посмотрел, все понятно, он говорит, да, все понятно. Ребят, это не дело, он ничего не понял на самом деле, а вы не поняли, что он ничего не понял. Почему? Потому что, ну, какой вопрос, какой ответ, что называется, да. А если вы хотите на самом деле понять, что понял ваш новичок в понимании бизнеса, значит, вы ему задаете другой вопрос. Он говорит, скажи мне в двух словах, как ты понял, откуда у нас берутся деньги и какие конкретные действия должен делать ты? Тут вы такого наслужитесь, ребята, но это очень хорошо, что он начнет слух у вас говорить, новичок, потому что вы услышите, в общем-то, для себя интересные вещи. И как раз вот тут вы начинаете корректировать уже, да, как раз вот тут вы его вот начинаете в правильное русло перенаправлять. Но это произойдет только в том случае, если вы правильно задали вопрос. Дальше. Обязательно во время годного курса делаем акцент размещения активационного заказа. Я не призываю с вас говорить за 150 баллов, говорим об активационном заказе, но если человек адекватный, если он пришел конкретно на бизнес, если в понимании бизнес он это озвучил и сказал, и в выявлении потребности сказал, что я пришел деньги зарабатывать, тогда мы ему говорим про 150 баллов, это совершенно нормально. Дальше мы ему говорим акции, да, какие сейчас идут, и, конечно же, даем задание на день. Например, написать первых пять телефончиков, да, сделать первых пять звоночков своим знакомым или, например, и плюс создать первые там пять рабочих страничек, да. То есть задание на день уже должно вот в вводном курсе уже проговариваться. Это тоже все есть в отдельном видео. Дальше. Обязательно все-все-все-все-все присутствующие, услышите меня, работаем на личный бренд. Ребята, вообще я хочу вам сказать, что в будущем развитие бизнеса будет подразумевать в первую очередь именно развитие личных брендов каждого отдельного человека, потому что интернет все больше и больше входит в нашу жизнь, и люди будут все больше и больше именно в интернете искать все возможности. Поэтому если вы будете прокачивать свой личный бренд, то, соответственно, шансов, что к вам лично будут приходить интересные люди впоследствии сами из интернета, эти шансы будут увеличиваться. Что нужно для того, чтобы прокачивать личный бренд? Ну, во-первых, нужно записывать собственные видео, да, и вот я как раз про это говорила, по поводу вебинаров, да, даже если вы с утра запишетесь на вебинарчик, он будет малюсенький 15-20 минут, у вас уже будут первые видео, да, которые вы уже можете выставить на своем личном канале в Ютубе и начать этот канал прокачивать. Дальше. Активно записываемся на проведение вебинаров, ну, вот я про это уже проговорила. Дальше. Раскручиваем личные странички в соцсетях, образ жизни свой показан на этих личных страничках, да. Обязательно стараемся сделать свой канал на Ютубе, вот, пожалуйста, это мой канал на Ютубе, да. И, ребята, всем обязательно подписаться на канал спонсоров, да, на мой канал подпишитесь, я знаю, что у Ани Горбачевой есть канал. Обязательно, обязательно, обязательно подписывайтесь на канал. Почему? Ну, во-первых, у вас будут приходить сообщения о том, что выставлено новое видео, никогда ничего интересного не пропустите, да. Во-вторых, прокачивая канал, вы прокачиваете наш проект, да. И если вы хотите, чтобы наш проект звучал и гремел, то должна быть серьезная прокачка. И про прокачку мы вообще будем говорить очень много на следующий каталог, потому что у нас появится еще один, а может быть, даже не один дополнительный чат, очень интересный. Но это все в будущем нас ждет, поэтому, в общем-то, ребята, сегодня вам это все важно, это нужно, и за этим наше с вами будущее. Поэтому обязательно находим вот мой канал на Ютубе, так прямо вводим проект Кулуя Зайцева, и, в общем-то, подписываемся обязательно на этот канал. Дальше. У каждого из вас, если у вас уже есть уровень 6-9%, уже должна быть еженедельная планерка команды. Обязательно. Но вот у вас еще совсем чуть-чуть, чуть-чуть, и у вас есть еще возможность вот так же собраться, там, 3-5 человечков, да, там, в скайпе и переговорить, какие у тебя планы, расставить приоритеты, акценты и так далее и тому подобное. Это нужно делать обязательно для того, чтобы вы прокачивались как лидер своей организации. Также это на вебинарной площадке можно делать, когда она свободна. Но, ребят, если вы не будете проводить еженедельные планерки, ваша организация будет хилым подобием вообще бизнес-проекта, да. Это не бизнес-проект в таком случае, это так вот группа людей, которые зачем-то временно собрались в одном месте, да. Что вы на планерке обязательно должны делать? Обязательно поздравлять по итогам, да, обязательно планировать новые результаты, обязательно отчетность, то, что сделал, акценты недели расставлять и, конечно же, скайп созвоны, то есть, ну, скайп, вы собрали несколько человек, да, и вот вы проводите эту планерочку. Это нужно делать обязательно, нравится вам это, не нравится вам это, хотите вы, не хотите, но, ребят, кто это будет делать, тот будет расти в бизнесе. Вы, наверное, заметите, что все, о чем я говорю сегодня, я всегда прибавляю вот эту фразу, кто это будет делать, тот будет расти в бизнесе. Поэтому я и говорю те вещи, которые дают именно рост вашего бизнеса. Дальше поехали. Важно. Важно обязательно, обязательно в своих действиях ежедневных, да, обязательно знакомиться с новичками команды, это нужно делать обязательно. Знакомить новичков с продукцией, это нужно делать обязательно. Отслеживать звезд в глубине своей команды, то есть, вот появляются новые люди, которые что-то интересненькое пишут, активно участвуют сразу, посты начинают выставлять, заказики свои фотографировать, еще что-то. Отслеживать этих людей. Или, например, новичок и сделал там 150 баллов. Бегом ему звонить, бегом, 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 и спрашивать, как и что, и что он заказал, из какой цели пришел, какие у него дальнейшие перспективы. Ничего не откладываем на завтра, потому что результаты дает сегодняшний день. Дальше. Если вы хотите расти и развиваться, обязательно посещение всех мероприятий, команды, компаний, да, обязательно стараемся в офлайне, да, вот когда проходят какие-то мероприятия, обязательно их посещаем, потому что это энергетика, да. Обязательно встречи с командой офлайн, да. Если вы живете далеко, например, от команды, допустим, в интернете, да, развиваетесь, вы живете далеко, значит, все равно старайтесь, даже в интернете вы можете развивать именно свой регион, да. Там вот Надя, например, Позыгун, да, она живет в Питере. Пожалуйста, Надюш, значит, прям в соцсети конкретно с Питера приглашай людей, прокачивай именно конкретно Питер для того, чтобы все равно у тебя появились какие-то офлайн моменты, тем более, что там есть сервисный центр, тем более, что также можно пойти на мероприятия компании, да, и самой начать тоже потом в итоге проводить какие-то мероприятия. Ну и, конечно, нравится вам или не нравится эта история, ребят, но скрины дохода все своими мыслями обязательно надо выставлять, да, особенно это касается директоров. Выставляйте скрины дохода, показывайте это все, потому что это очень важно. Я, кстати, директорам в личке покидаю очень интересное видео, там очень много про это сказано, зачем, что и почему. Рекомендую, смотрите обязательно. Дальше поехали, да, уже тороплюсь, рекрутинг, да, вот еще один важнейший инструмент, рекрутинг. Вот смотрите, да, два варианта, как вы знаете, да, пришел новичок, у него есть два варианта. Голосом позвонить и сказать вот этот вот текст, текст вы его знаете уже прекрасно, да, там, Ириш, привет, есть минуточка, мне сейчас знакомая позвонила, она набирает в интернет-магазин сотрудников, работает дома 3-4 часа в день. Сегодня будет зайц-менеджер все объяснять, мне сейчас дополнительный доход нужен, я свой телефон дала, если тебе тоже нужен, могу дать тебе твой, что скажешь. Вот и все, да? Либо в соцсетях своим знакомым личку кидается вот такое вот сообщение. Но звоночком работает это, конечно же, эффективно. Ребят, 5 звоночков в день, каждый день, и вы, в общем-то, директор за полгода. 5 звоночков в день, каждый день. Если вы делаете 10 звоночков в день, каждый день, то вы директор за 3-4 месяца. Вот и весь выбор, понимаете? Выбор-то, в общем-то, есть всегда. Но мне очень понравилась идея одного из лидеров, вот такая вот дожималка после звоночка, через полчасика, да? Привет, тебе позвонили, я решила попробовать. Думаю, для меня это хороший вариант. Для тех, кто при декрете, пока малыш спит, то есть вы пишете что-то свое, что вас зацепило. А ты как? То есть это прям реально дожималка. Человек еще думал, человек еще как бы так взвешивал, а тут вы ему говорите, а я уже пришел. И он говорит, наверное, мне тоже надо. А вдруг правда выговорит, да? Я, например, сразу вспоминаю историю Лены Гарипунина, Оксаны Борисовой, да? Они вдвоем были одновременно на бизнес-встрече, возможности компании Арифлейн, когда их звали в Арифлейн. Почему Лена стала спонсором Оксаны? Могло было быть с точностью-то наоборот. Они вдвоем сидели на этой встрече. Но да, сказала именно Лена, понимаете? Лена Гарипунина сказала да. Оксана как бы сидела мялась, но после того, как Лена сказала да и запомнила свои данные, Оксана сказала, ну ладно, я тоже попробую. Поэтому Оксана оказалась под Леной уже, да, ну в первом поколении. Вот и все. Скорость принятия решения определяет судьбу человека, ребят. Скорость принятия решения, понимаете? И Оксана, она сама осознается, она говорит, я бы вообще никогда не зарегистрировалась, если бы Лена при мне не сказала да и не сказала, что она точно попробует. Я бы вообще, говорит, не включилась. Я вообще ничего не поняла, когда они рассказывали. Я бы была очень на стороже, говорит, я очень так вот в штыки все воспринимала. Я бы сама вообще не зарегистрировалась. Вот вам, пожалуйста, живая история. Оксана сегодня сапфировая директор, Лена бриллиантовая директор. Это все одна организация, одна ветка, причем крутая ветка. Поэтому, ребят, это работает только в том случае, если этим работать. Рекрутинг – это обязательное условие нашего ежедневного действия. Как я уже сказала, личный товарооборот 150-200 баллов мы делаем первые 3 дня работы каталога. Все остальное время мы тратим только на рекрутинг. Каждый день, каждый день 8% времени должно тратиться на рекрутинг. Ребята, это должен быть не час, не два и не три. Это должно быть 5 более часов минимум, если вы хотите быстрого результата. Только так и никак иначе. Абсолютно 100% включенность в бизнес. Если я вижу, что человек готов 8-12 часов в день тратить на этот бизнес, значит, я точно знаю, что будет результат. Если он говорит, что сегодня я не смог по этой причине, завтра по этой, послезавтра по этой, а после и послезавтра еще по этой, я, в общем, этого человека оставляю в сторонке, потому что я понимаю, что быстро мы с ним каши не сварим, и для меня это не вариант. Опять же, директор. 7,5 тысяч баллов оборота. Это 250 тысяч рублей товарооборота по группе. Ребята, опять же, есть выбор и вариант всегда. Это может быть 150 человек по 50 баллов, которые делают, или 50 человек по 150 баллов. На что больше стоит обратить внимание? Что эффективнее? Например, прокачивать wellness, где легко человек будет делать 150 баллов. прокачивать, например, через интернет-мастер-классы, уход за кожей лица с новейшим, да, где легко человек будет делать 150 баллов. Или, например, раздавая каталоги, собирать малюсенькие заказики, там, на тушь, на лак и так далее. Понимаете? Вот тушь и лак – это то, что и без вас продастся, там, мыло, шампунь. Оно и без вас продастся. К этому консультанту, в общем-то, даже не требуется. Можем просто отдать каталог, у вас это закажут. А вот продукты, которым требуется консультант, это продукты, которые могут сделать вас директором за очень короткий срок. Поэтому сами вот задайте себе вопрос, что для вас интереснее, что перспективнее, в каком случае, да, а еще в каком случае 50 человек будут у вас делать 150 баллов, если вы прокачиваете бизнес. Если вы все время людям говорите про бизнес, то у вас быстро появится 50 человек, которые ради бизнеса будут делать 150 баллов. Понимаете? Таким образом, вы очень быстро сделаете товарооборот 7,5 тысяч баллов. То есть если вы прокачиваете скидку, то есть приходи ко мне в организацию, у тебя там будет скидка, личная скидка на продукт. Ребят, вы 10 лет будете идти к статусу директора. Если вы прокачиваете бизнес и говорите, приходи ко мне в организацию, мы научимся вместе зарабатывать деньги, и у нас это получается очень быстро, и у вас появятся вот эти люди, которые придут на бизнес и будут делать личные 150 баллов, потому что это условия ведения бизнеса, то вы очень быстро будете делать статус директора сами лично и очень быстро будете выращивать новые структуры. Выбирайте, выбирайте, что для вас важно, с какой скоростью вы хотите развиваться. Ну и, конечно же, я не могла промолчать, да, новость недели, это уже прошла информация, ну, слили, в общем, информацию, да, поэтому я имею право, в общем-то, ее тоже сливать дальше, раз уже слили в интернет. А это где же будет проходить бриллиантовая конференция 2018 года, ребята, где, 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 пишите, кто знает, где, где, где будет проходить бриллиантовая конференция 2018 года, то бишь у нас с вами, у всех есть возможность попасть на эту конференцию. Да, вот Эльвира Первая написала, Токио, ребята, я вообще от нашей компании просто в каком-то невероятном восторге. А какие вообще у вас шансы были попасть в Японию в этой жизни? Нет, ну, хоть какие-то были, хоть у кого-нибудь, кто-нибудь когда-нибудь планировал оказаться в Японии. Ребята, теперь у вас, у всех есть такая возможность. В 2018 году вы можете оказаться в Японии на бриллиантовой конференции, потому что мы с вами вообще в классном, классном проекте, у нас с вами вообще потрясающий рост, и мы с вами на сегодняшний день можем, каждый из нас с вами, получить в подарок вот такое незабываемое путешествие. Поэтому, ребята, есть за что бороться, есть что, ради чего действовать, и есть ради чего преодолевать собственные какие-то не могу и не хочу, да? Ну и задания, задания каждому, в общем-то, все основное я уже сказала, немножечко все затянулось, а час 17, да, идет вот запись. Но, ребята, это все важно, это все важно, ничего из этого нельзя выбросить, да? И любой пункт, который выпадает, он нарушает систему, целостность системы, да? Если мы возьмем большой красивый автомобиль, но, например, вытащим из него какой-нибудь болтик один, да, там, или проводочек один, или еще что-нибудь, такой мелкий незначитель из движка, возьмем и вытащим, да? Весь этот красивый автомобиль превратится в груду металлолома, потому что этот металлолом уже не поедет, да? Вот так же и система. Если из системы вытащить хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь малюсенький пунктик, да, то это превращается уже в хаос, а хаос не дает развития, ребят. Поэтому помним, пожалуйста, о том, что системность – это обязательные ежедневные действия. И задания, да, ну, первое, начать действия для тех, кто еще находится в состоянии анабиоза. Часть людей, даже присутствующих здесь, еще находится в состоянии анабиоза. Вы знаете, да, что такое анабиоз? Это когда спим, вроде живые, еще не мертвые, но еще не живые. Уже не, нет, еще не мертвые, еще не живые. Вот, вот, состояние анабиоза, это так выглядит. Поэтому, ребят, выходите, пожалуйста, в состояние анабиоза, начинайте включаться, начинайте действовать, начинайте делать правильные действия в правильном направлении. Оставьте на ближайшие полгода все, что оттягивает ваше внимание в сторону. Все, абсолютно все. Ничего не произойдет, и найдется, кому суп варить, и найдется, кому убираться, и найдется, кому делать домашние дела, понимаете? Оставьте все в сторону, поставьте бизнес во главу угла, и станьте лидером для самого себя в первую очередь. Дальше, второй момент. Начать правильно вести чат, я сегодня достаточно много внимания этому уделила. Если у кого-то возникают вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Поэтому, начать, если у вас нет своего чата, значит, сделать свой чат и сделать так, чтобы этот чат был выполняем. Мы помним, пожалуйста, о том, что на прокачку чата уходит 3-6 месяцев до того момента, как он начнет давать вам активный результат, давать новых бизнес-партнеров. 3-6 месяцев до новых бизнес-партнеров. Дальше, лично активное включение в рекрутинг. Ничего не изменится, если не будет личного рекрутирования, ребят. Лидер, который хочет расти и развиваться в этом бизнесе, всегда должен держать руку на пульсе, всегда должен лично рекрутировать. Неважно, в какую команду вы рекрутируете, какую морковку вы сейчас развиваете в своей команде, да, но личный рекрутинг – обязательно условия развития бизнеса. И, конечно же, ребят, ставим на следующий каталог цель – новый уровень. Обязательно. Вот сейчас заканчивается каталог, завтра последний день каталога. Я хочу рассказать, что бороться надо всегда до последней минуты даже каталога, особенно это касается Тольяттинской сейчас организации. Не складывайте, пожалуйста, лапки. У нас есть совершенно потрясающая программа, вот эти 50 баллов. Все это работает, великолепно работает, поэтому бейтесь, борейтесь. Оля, у тебя должно быть обязательно хороший объем и директорское звание обязательно. От тебя, как от лидера, сейчас зависит все и даже больше. И я хочу вам сказать, что каждый из вас должен помнить и понимать, да, что каталог заканчивается только тогда, когда закрывается сайт. Только в эту минуту заканчивается каталог. Мы всегда должны приложить больше усилий для того, чтобы рвануть, да, рвануть в последние дни и сделать все, что от нас зависит. И обязательно в воскресенье, пожалуйста, цель на новый результат. Пропишите, пожалуйста, себе новый уровень. И давайте мы воскресную нашу планерку начнем именно с того, что каждый напишет тот новый уровень, который он запланировал. Прямо в чате, да, в чате бриллиантики, перед воскресной планеркой. Напишите, пожалуйста, тот новый уровень, который вы ставите перед собой на следующий каталог. И как, каким образом вы планируете добиться этого результата. Какими личными, конкретными, активными действиями вы собираетесь это сделать. Вот такое у нас с вами задание. То есть основа такая, красиво, достойно, мощно, ярко закрыть текущий каталог. И еще более ярко, еще более мощно, еще более красиво открыть следующий каталог. И помните, пожалуйста, о том, что лето – это время езды на велосипеде по песку. То есть вы делаете, 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 вам может казаться, что нет никакого результата. Ребята, это вообще не так. Результат есть, результат идет, он просто идет невидимый сейчас зачастую. Но те, кто не остановится, такая ситуация где-то до середины сентября-октября обычно длится. Но те, кто не остановится, в октябре резко вырвутся вперед, резко рванут. Потому что все то, что мы делаем сегодня, это обязательно даст результат в ближайшем будущем. И к 14-му каталогу у вас у всех будут новые результаты. Именно те, которые вы запланировали, только при одном условии. Если сегодня вы будете проделывать эту работу, да, такую вот тяжелую на летний период работу, рекрутирование и включение своих людей в бизнес. Но это нужно сделать для того, чтобы ваш бизнес рос, развивался, и вы получили те результаты, на которые вы рассчитываете, причем рассчитываете абсолютно верно, потому что вы этих результатов достойны. Ну что ж, в общем-то я пролистала, да, все, что хотела сказать. Свои слайды я вам показала. Так, давайте я сейчас остановлю запись. Продолжение следует...